2012 год, ты в России, правильно? Ну, вы все вместе в России. А откуда тут Соединённые Штаты Америки? Как они нарисовались? Я ушла из системы образовательных, то есть из учреждений образовательных дошкольных. Решила работать в семьях. И за 10 лет я поменяла, я была няней, губернанткой, наставником. То есть я преподаю, вернее, работаю в семьях и занимаюсь целостным развитием ребёнка на английском языке. И у меня были разные семьи. И в какой-то момент мне мой агент звонит и говорит, ты сейчас ищешь работу, у меня есть одна семья, они приехали сюда на пару месяцев, ты можешь помочь с ребёнком? Я такая, какой там график? Ну, такой-то я говорю, ой, нет, не подходит, я не хочу. Мне не интересно. Он говорит, слушай, ну, поговори, ну, очень нужна помощь. Тем более это всё на два месяца, мы тебе как раз найдём очень хорошую там вакансию, потому что я, естественно, не беру такие короткие контракты, потому что не видишь результатов. Вот. Но он меня так слёзно просил, я говорю, слушай, давай поговорю с родителями, я скажу, вот как я работаю. Если мы сойдёмся, хорошо, я возьму эту работу, это у этого ребёнка. Там девочка была маленькая, мне звонит папа, мы с ней прекрасно общаемся. Я такая ещё, помню, была, не хотела же идти. Такая, я вот работаю вот так-то, вот так-то, вот ребёнка я ничего не делаю, я вот их воспитываю. Он такой, нам всё подходит, всё хорошо. Мы именно такого человека ищем. И меня ещё очень подкупило, что нужно было работать на русском языке. А я никогда не работала на русском. Я с детьми всегда говорю по-английски. То есть у меня все занятия, всё на английском языке. Они зачастую даже не знали, что я говорю по-русски. А тут как бы русский язык, это вообще была моя мечта. И я приезжаю в семью, мне дают этого ребёнка, и вот это была внучка Джордана Питерсона. Я тогда абсолютно не знала, кто этот ребёнок, кто его мама, Микейлу, я никогда не слышала о них. Я начинаю работать с девочкой. Маму я вижу редко. То есть утром-вечером она говорит мне хай-бай, и я вижу, что она как бы немножко такая не в себе, потому что, вернее, она в себе как раз-таки. Я в основном учалась с папой. Потом я узнаю, что у них болен дедушка, что они здесь, в России, вот они прилетели. Я занимаюсь ребёнком, и буквально день там на 4-5-й я прихожу на работу, и они такие, что ты делаешь с нашей дочкой? Я говорю, в смысле. Но мы каждый день приходим из больницы, то есть они, оказывается, приходили там от Джордана вечером, и у неё каждый день что-то новое, новые слова, новые какие-то навыки, как. И нам очень нравится, что ты с ней делаешь. Она, посмотри на неё, она просто на глазах меняется. Я говорю, я не мешаю ей развиваться, я даю то, что ей сейчас нужно было. Девочка вообще просто настолько восприимчивая. Ей просто нужно было дать правильный подход, и я подобрала для неё правильные вещи, которые, собственно, просто ей помогали развиваться. И они мне говорят, нам очень нравится твой подход, что ты делаешь, как это влияет на нашего ребёнка. Ты бы не хотела с нами полететь в Канаду, чтобы открыть школу. Ну, они спросили, какие у меня были цели, чего я хочу. Я говорю, я работаю с родителями, я веду консультации по воспитанию детей, также вот я занимаюсь тем-то и тем-то. И они говорят, слушай, нам это очень нравится, что ты делаешь, мы видим этот результат на ребёнке. Вот у нас есть дедушка, да, который там сейчас болен, он профессор психологии, и мы бы хотели вот её пригласить и вместе открыть школу. Так, почитай там, узнай про него, что, может быть, если тебе это близко, как-то откликнется, то, о чём он говорит, как он говорит, то мы бы очень были рады. И я захожу на YouTube, начинаю смотреть его ролики. И мне, конечно, первый, это такой шок, потому что мне очень зашло то, о чём он говорил, и что это такой человек. Мне это близко очень. То есть я всё-таки человек такой традиционных ценностей больше. А то, что в Америке происходит на Западе, я, конечно, это жутко. Он такой редкий человек сейчас, ну, если мы говорим про западную культуру. Я соглашаюсь, в общем, с ним поехать в Канаду. Таким образом. А Штаты тут как? Или я неправильно прочитал, когда ты мне написала? Потому что ты ещё про Штаты говорила. Да. Ну, в Штатах я была ещё до этого. У меня там живёт подруга, у меня тогда был молодой человек, с которым я ездила туда встречаться. У меня была открыта виза. На три года, по-моему, американская. Я ездила на месяца два, наверное, первый раз. И мне очень не понравилось. Я прямо из Штатов летела такая «Быстрее домой, Москву!» Ужасно! Мне очень не понравилась Америка. А это в каком году было? Это совсем не моё. Это вот был 2019 первый раз. А, понятно. То есть это совсем вот буквально недавно. И понятно, как тут... Эти нетрадиционные повестки, которые они постоянно вещают, особенно сейчас. Ну, понятно, почему человеку, как ты, тебе там как раз не понравилось. А Джордан Питерсон, да, он причём очень сильно пострадал из-за того, что он высказывает до сих пор своё мнение. И вот на него травля была просто не только от обычных людей, но и от бизнеса, и от политиков, просто и от СМИ, его травили налево и справа. Он от них отбивался, отбивался, написал книжки, там выступал, он разбогател, молодец, правильно, что сделал. Это очень интересный персонаж. Я тоже смотрю его видео. Не всегда, конечно, но интервью мне больше всего нравится смотреть, где он как раз это даёт подзатыльники разным репортерам и так далее. Вот. Ну, хорошо. Ты была же в Канаде, правильно? Или нет? Я сейчас просто быстро закончу. Хорошо. Как мы попали в Америку и до Канады. Они мне говорят, мы сделаем тебе рабочую визу, я отказываюсь. Я говорю, нет, ребята, это, во-первых, очень дорого. На что мне говорят, нет, это наши финансы, ты их не считай, мы тебе хотим сделать вот такую визу. Я говорю, нет, я отказываюсь. Опять же, я настаиваю, чтобы мне сделали в Канаду только туристическую визу. Потому что я была в Америке, я не хочу жить в Англии, мне нужно сначала посмотреть. То есть я уже так очень аккуратна. И я честно сказала, я не хочу жить за границей, я еду только исключительно потому, что мне настолько понравилось то, что говорит Джордан, и мне просто хотелось попробовать вместе что-то сделать. Потому что, ну, мне кажется, такой шанс там один раз в жизни выпадает. И вот Микейла, его дочь, да, у Микейла, у нас были настолько прекрасные отношения вот с ней, с её мужем, бывшим, сейчас у неё другой муж, Джордан, тогда у неё был русскоязычный муж, и мы вот, ребёнок, да, они, мне просто, вот когда всё, знаете, вот совпало, взаимопонимание, взаимоуважение, какие-то планы, идеи, да, взгляд на ценности общие. Поэтому я говорю, окей, я поеду, но мне надо посмотреть, вдруг Канада, ну, вообще, это будет прям не моё место. И они говорят, вот папа у нас очень, ну, он слаб, он болеет, мы предлагаем сначала съездить на месяц в Америку, прям отдохнуть, такой у нас будет холиды для всех, и потому что я работала там в этой семье два месяца, они занимались Джорданом, и я работала, конечно, больше, чем я думала. Но мне нравилось работать с Элли, с Карлитом её называют по-английски, по-русски мы называем Элли. И мы летим отдыхать в Америку, собственно, вместе, и там происходит, вот мы вместе отдохнули, и началась пандемия. А поскольку Джордану приехали родители из Канады, то был выбор, они говорят, нет, мы не отпускаем родителей, они будут с нами жить, и мы снимаем, Джордан снял огромную виллу, дом для всех, и мне они сделали предложение, что ты можешь, конечно, уехать в Россию, мы понимаем, что там пандемия, неизвестно насколько, или же мы предлагаем тебе остаться с нами, вместе переехать в этот дом и жить вот столько, сколько нужно, и чтобы ты работала с Элли, и ты нам, конечно, очень сильно поможешь. И я видела, в каком состоянии был Джордан, ребята работают там, не знаю, очень много, и я соглашаюсь. То есть долей такого, знаете, у меня было волнение, я была неуверена, что как, всё-таки человек болеет, тут его родители, дочь, внучка, там жена его приезжала, жить с людьми в одном доме, как бы в такой ситуации, мне было страшновато. Но я соглашаюсь, потому что я видела, что им нужна моя помощь, и вот таким образом мы с Джорданом прожили, он мне отдал, кстати, самую лучшую комнату в доме, и это мне было так неудобно, я такая, Джордан, ну, это же, давайте вы здесь будете жить, он такой, нет, это не обсуждается, я возьму себе самую маленькую комнату, здесь внизу, вот ты бери эту, я буду жить с родителями здесь, и как-то мне так было удивительно, в принципе, он вообще во всем такой человек, он очень заботится, он сам будет там, я не знаю, умирать, обязательно спросит, у вас все есть, все хорошо, вам что-то нужно, я могу чем-то помочь, это, конечно, удивительно, какой человек, вот, можно долго рассказывать о том, как мы там жили, и потом я с ними летала еще в Сербию, мы там еще на карантине, в клинике тоже лежали все с ковидом, Джордан и Микелло, и я, ну да, он же в Сербии еще лечился, да, 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 дамы и господа, еще раз, может извините, у нас тут задержка, я скажу одно, это через 2 секунды долетает до, до Ульяновского, до ее компьютера, короче, и получается у нас как-то грубовато, но нужно все-таки задавать, нужно направлять интервью, правильно, ну вот, сколько конкретно в Америке ты прожила? Ну вот мы на карантине, то есть в общем 8 месяцев где-то получилось. 8 месяцев, и получается, потому что это был карантин, наверное, саму Америку тебе как бы, ну ты не смогла просто ее увидеть, вот тогда, повторно. Мы поколесили по Флориде, мы поколесили, я была в Чикаго до этого месяца, я была в Висконсине, и все, то есть вот в трех местах, и нигде мне не понравилось, и когда мы уезжали, я прям, я как раз вот эти были Black Lives Matter, где они рядом прям там ходили, у нас везде, и было очень страшно, у нас был стеклянный дом, вот в Америке я себя чувствовала всегда в очень, в такой, в опасности, я везде просила, можно мне, пожалуйста, шокер, газовый баллончик, везде мне разложите, где это только возможно, чтобы там ребенок не достал, мне было страшно. Ну, можно назвать это серией интервью, мне было страшно, мне не понравилось, хочу обратно домой, потому что, вот, ну, Нет, ну я честно говорю, то есть мне было очень некомфортно. Понятно, ну, а вообще, в Россию ты вернулась потом уже окончательно, в каком году? Не сразу, не сразу, потому что мы ребята уже уехали в Штат, я говорю, я не поеду, а, они поехали в Канаду, и вот как раз таки я сказала, нет, ребят, я не хочу после Америки, я не хочу ехать в Канаду, и они сами, потому что я уже видела, у них были сомнения, они все время это говорили, что происходит в Канаде, как было, как правительство, правительство справлялось вот с этими, со всеми ограничениями ковидными, Джордан там просто, это было ужасно, да, люди просто сидели под тюрьмом, и Микейла, я понимала, что они уже там жить не будут, скорее всего, поэтому я говорю, ну, давайте вы поезжайте, если вы там останетесь, мы вернемся к этому разговору, и они уехали, они не смогли жить в Канаде, то есть сами канадцы, они сказали, мы жить здесь не можем, и рассматривались разные страны, Дубай, по-моему, они еще там какую-то страну, но в итоге они как бы сейчас живут в Америке, в Аризоне, а я поехала дальше, куда, я поехала в Турцию, я там была 6 месяцев, 6-7 месяцев я была в Турции, просто потому что зима, и я подумала там ковид, я буду лучше там, поработаю как раз, и уже в Россию я вернулась вот, ну, я же очень много путешествую, да, после Турции я полетела в Дубай опять с Микейлой, мы встретились там на месяц, мы отдохнули, и уже вместе вернулись в Москву, в Москву с Андреем, с Микейлой, и с девочкой, мы были летом там, это, наверное, было, что, 22-й уже год? 22-й год, да, и потом они улетели в Америку, я уже сказала, no guys, thanks. все, больше никуда летать не собираешься. Зовут. Очень тяжело, очень тяжело дают такие решения, мне настолько нравится жить в России, что, наверное, если бы я полетела куда-то, то только, если вот какое-то такое предложение, такого рода, как Джордан мне сделал тогда, по работе, в Микейлой. Ну, а сейчас, на данный момент, ты живешь конкретно, строишь дом где? В каком регионе? Это Волгоградская область, это мои корни. Сейчас немножко расскажу, у меня бабушка казачка донская, и их, поскольку расплачили здесь, то воспитывали таким образом, что нужно все забыть, то есть историю, свои корни, просто забудьте, ничего не было. И моя мама, собственно, так же росла, она говорит, нас учили не вспоминать это. Поэтому я уже сама занималась восстановлением корней, я нашла дом, который до сих пор стоит, который забрали у моих предков. И много очень изучаю истории казачества, этого края. Мне безумно нравится здесь климат, то есть после влажной такой, сырой Англии, на Бали вообще молчу, там все плесень покрывается. Мне безумно нравится наш сухой воздух, наше солнце, вот эти все выжженные там в августе поля. И я здесь купила домик, я его, мне все говорили, не делай этого, только не делай этого, пожалуйста, построи новый дом. Ну, я купила, конечно, старый домик маленький, дубовый, и я его перестраиваю, я его восстанавливаю, пытаюсь сохранить то, что я могу сохранить, улучшить. Вот у меня уже практически год здесь идет ремонт. Он, конечно, очень преобразился, работы еще много, невероятно много, и у меня была мечта, маленький дом, много земли. Понятно. Здесь 30 соток и еще. Есть определенные комментаторы, вот, и тут еще эхо появилось, непонятно откуда, ну, ладно, есть определенные комментаторы, которые говорят, что вот такие люди, как ты, по определению, если какие-то сложности начнутся в стране, то вы будете моментально искать, куда лучше и быстрее и дешевле убежать, но все-таки ты после начала СВО осталась в России. Что бы ты, как бы ты ответила таким людям вообще, как ты принимала это решение, почему ты осталась? Вот я тоже, например, остался. Вот, а ты вот про себя расскажи, тоже интересно. Ну, во-первых, я давно слежу, я люблю следить за политическими вообще событиями мировыми. Мне нравится, вот мне нравится смотреть, что происходит. И я слушала всегда, что говорит наш президент, как он себя ведет, куда он ездит, что говорят другие лидеры, да, и вот я увидела отчетливо, что, например, в Англии тут нереальная деградация, да, всего, если я слушаю политиков, ребята, кто вы, о чем вы, как они себя ведут, что они говорят. Это уже давно стало происходить. Вот я помню тот момент, когда нам было стыдно, да, я слушала там Ельцина и вот эту всю его компанию, да, и мне было действительно стыдно, и ты как-то смотришь на Запад, вот они такие все, они так правильно говорят, красиво, а вот он так резко раз, и такой был switch. switch. И я слушаю наших, я слушаю наших, нашу команду, наших дипломатов, я как бы, я совсем согласна была, да, и я видела, что происходит в России, я вижу улучшение, я вижу, что там как раз-таки кризис, что с приходом Владимира Владимировича, вот оно как-то у нас здесь стало выравниваться, и когда я приехала в 2017 году, я увидела, насколько, как много он сделал, да, сколько было изменений за 10 лет. Я просто говорю, ребята, да, нам надо просто этим людям, ну, я не знаю, русским людям, да, что вот мы прошли через такой ад, и как мы сейчас живем, учитывая то, через что мы прошли, я не знаю, там низкий поклон, просто низкий поклон, не просто там выживают, а творят такие прекрасные вещи, я не знаю, так живут, радуются жизни, строят, я не знаю, в России столько строек, все время что-то возводится, улучшается, я это вижу, меня это радует, и поэтому, когда СВО началось, я, в принципе, знала, что это начнется, и еще когда был Майдан, все мне уже было понятно, почему они ведут, что происходит, у меня у сестры муж, он из Киева, они там были, часто ездили, и мы в этом разговаривали, что происходит, кто власти, например, сколько денег туда просто вливалось, просто вкачалось, что это за люди, что они там принимают, но это давно было, для меня это было как просто, многие люди говорят, ребята, вы в танке что ли жили? Вот там они говорят, полетели самолеты, мы атакуем Украину, а вы вот эти все 9 лет, вы где были, вы что смотрели, слушали, для меня это было, не было сюрпризом, что это произойдет, что либо мы, либо они все равно сделают это. Ну а вот когда ты работала, блин, это эхо не пропадает, а когда ты работала как раз с Джорданом Питерсоном, вот все-таки были такие интересные разговоры, которые связаны именно с геополитикой, что вообще происходит с Россией, почему, по каким причинам, например, весь западный мир постоянно говорит, что мы плохие, мы террористы, мы ничего не знаем, у нас нет никакой технологии, к нам ехать нельзя. Вот они же к нам тоже приехали, они все это увидели своими глазами. Были такие вот разговоры с ним? Все-таки тебе же геополитика нравится или таких разговоров не было? Нет, были в основном просто разговоры в целом Америке, потому что тогда была пандемия, была пандемия, и он очень сильно переживал про что будет экономический кризис, что будет с людьми, потому что Джордан просто любит людей, он реально переживал за то, что они останутся без работы, что будет с Канадой, с Америкой, вообще с миром. И он чувствовал себя тогда, мягко говоря, не очень хорошо, и поэтому какие-то вопросы задавать ему нет, я не задавала, и вот как-то не обсуждали. У него же там своя какая-то тема по поводу Советского Союза, он же назвал Микейлу в честь Горбачева, то есть все-таки они видят, у него западное воспитание, они видят Советский Союз как нечто такое тоталитарное общество, и они видят, что когда пришел Горбачева, то есть Горбачева как спасителя некого, а я, например, на него наоборот по-другому смотрю, ровно как там и на Сталина, и у нас очень разные конечно здесь кардинально, кардинально разные взгляды. Да, так же как и на Путина. Да, а я, кстати, не знаю взгляд насчет Путина, ну ладно, можно от этого уйти, потому что я примерно предполагаю, как он смотрит именно на российскую власть на данный момент, ну в будущем было бы конечно интересно с ним поговорить, я думаю у него огромная очередь, ну да ладно, все, проехали. Мне вот интересно, что, какой вопрос задать тебе, как поменялся твой регион вот за последние вот эти два года, потому что все-таки, да, война это не дешевая вещь, это стоит очень много денег. Я, например, вижу как стройка, вот как ты говоришь, стройка идет, я ездил на юг, я видел как там тоже стройка идет, вот, дороги строятся, новые дороги открываются, новые там школы, больницы открываются, а вот в твоем регионе что происходит? То же самое, у нас, во-первых, ну какие-то там, у нас, например, закрыли общественную баню, народ возмущается, но туда никто, мало кто ходил, у нас строят огромный ледовый дворец, у нас построили кучу дорог, то есть обновили в городе, мой папа говорил, что никогда в жизни эти дороги никто не сделает, тем более война, у нас шикарные дороги, у нас делают везде, у нас везде там такая грязь в городе, то есть я хочу сказать, что у меня в станице гораздо чище, потому что здесь либо трава и асфальт, или песок, а там грязи, конечно, у нас много, и поэтому брусчатка везде, делаются, то есть активно, постоянно ведется стройка, обновление зданий, ремонт, да, нужно их толкать, нужно звонить, там какие-то писать заявки, у нас вот это вот, пожалуйста, придите, почините, они бегут, и они делают, просто есть какие-то мини-сообщества, люди, которые, ну, они просто ругают власть, да, вместо того, чтобы пойти поговорить с ними и получить то, что в принципе им прочитается, но в целом, я хочу сказать, у нас построили три, по-моему, новых парка, у нас шикарные площадки, у меня сестра живет в Южной Африке, они тоже много путешествуют, там она и в Японии, и в Англии, и в Норвее, все что угодно, они очень много ездят по миру, и вот они были летом, она говорит, слушайте, у вас такие крутые площадки детские, у нас в Китауне, мы даже не можем о таком мечтать, мы не можем просто, да, там все, дети, дети просто носят все, все, что хочешь, любые, они очень качественные, вот, потом, что у нас еще, ну, есть как бы, такие моменты, которые мне там не нравятся, закрыли онкоцентр, перевезли его в Волгоград, и люди ездят туда, я хочу написать, например, туда, только возможно, потому что, ну, это, конечно, неправильно, но в целом, да, я вижу много улучшений, и народ такой, как бы, идет война, у нас постоянно что-то строят, это, 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 как бы, мне кажется, ну, это их очень, это людей вдохновляет. Ну, вот, тоже интересный вопрос появился, вот, буквально недавно, по-моему, Верховный суд Российской Федерации, как раз назвал радужную мафию экстремистской группировкой, что-то вроде этого, все, они уже как бы тут нелегальные, можно сказать, а ты как раз с детьми работаешь, ты видела, что на Западе происходит именно вот с этим движением, и как они внедряют вот эту психическую, это психическое расстройство, они внедряют детей, вот, а ты как эксперт, человек, который работает с детьми, как вот эта радужная мафия, как она влияет на детей, почему она такая опасная, почему ее нужно запрещать, у тебя есть какой-то комментарий насчет этого? Ну, безусловно, это нужно запрещать, вообще, дети, маленький ребенок, он настолько неустойчив, и он уже обращается к взрослому, да, за ответами на свои вопросы, поэтому чем проще и четче мы опишем ребенку, кто он в детстве, тем более уверенно он себя будет чувствовать спокойно, да, поэтому на ребенка нельзя взваливать такую ответственность, потому что у него еще не созрел мозг, он до 25 лет формируется, да, у него нет знаний о мире, о себе, соответственно, задача взрослого, да, малышу показать, что вот этот мир, он стабилен, он тебя любит, вот он такой, да, вот у нас есть, это вот есть мама, там есть папа, все очень просто, ну, есть зло, есть добро, чем проще, тем лучше, что делает вот эта идеология, она на ребенка взваливает ответственность, выбирай, кто ты, это очень страшно, это очень опасно, это приводит к тому, что, ну, чтобы себя полюбить и узнать, порой уходят там годы, да, человек может быть только к 25 годам, а может быть к 30 годам начать себя чувствовать комфортно, например, в своем теле, потому что его тело, оно уже постоянно меняется, да, ребенок вообще, он до 18 лет физически, он каждый день другой, и чтобы себя принять, да, ему нужно вот это заземление, вот эта база, да, что все с тобой так, ты меняешься, да, ты девочка, ты можешь девочка, как у меня была, я была пацанкой, мне говорили, что все с тобой так, ты красивая, ты активная, да, ты ходишь там в джинсах, это нормально, ты будешь прекрасной мамой, когда придет время, и мне это давало вот чувство успокойства, да, мне там что-то в себе не нравится, мне помогали это принять, да, а здесь получается, тебя не учат принимать себя, тебя не учат любить себя, тебя учат при малейшем, мне не нравится мой голос, может быть, я мальчик, может быть, я мужчина, то есть, и детей таким образом просто уже с самого юного, с самого, я не знаю, невинного возраста, они становятся вот жертвами вот этой индустрии, это же огромные деньги, вот эти все операции, вот эта вся, вся эта терапия, так называемая, да, это кастрация, опять же, когда дают там детям эти puberty blockers, это очень страшно, что происходит, это, я не знаю, насилие над детьми, то же самое, как, например, все эти видеоигры, или онлайн образование, это делается людьми, которые абсолютно никакого отношения не имеют, они не понимают, как развивается мозг ребенка, как, ну, просто у них есть деньги, они пишут эти игры, или там эти же программы, да, и ребенок сидит днями напролет, он становится, собственно, клиентом, да, вот этих developers, web developers и так далее, и у него нет никакой защиты, так же и здесь, поэтому защита, конечно, это должно делаться на федеральном, я имею в виду на правительственном уровне, и дома тоже, родителями. Ну, вот получается тогда, если мы возьмем, вот то, что сейчас происходит в западном мире, и возьмем твой, ну, ты эксперт в своем деле, тогда можно сделать определенный вывод, что будущее, вот это поколение, да, оно будет нестабильным, психически нестабильным, это будет опасное поколение, не только для себя, но еще для окружающих, потому что они будут принимать эмоциональные, нелогические решения ежедневно, они будут эмоционально взрываться, они будут угрожать, плюс еще мы понимаем, какая культура с оружием в Америке и так далее, то есть это все добавляет к просто огромному такому шарику проблем, которые постоянно накапливаются, пока он постоянно катится вниз, можно взять и все вот эти психические наркотики, которые они там принимают и так далее, то есть сейчас вот если взять вот, особенно твое экспертное мнение, то будущее для детей и для будущего поколения это только в нормальных странах, как Россия, как у нас, где у нас есть детские площадки великолепные, где приходишь в детский садик, и у нас не висят постеры радужного флага везде, а наши определенные культурные праздники, там ты там девочка, ты мальчик и так далее, вот я смотрю видео с детского садика, где, ну и фотографии, которые там присылают нам учители, потому что наша дочка уходит в детский садик, и я просто радуюсь, я радуюсь, что, и моя жена тоже радуется, что у нас нету вот этого, а сейчас как раз это запретили на федеральном уровне, как вы, спасибо огромное, правильно, что сделали, вот я мне реально недавно этот вопрос, вот буквально там пять минут до того, как мы начали с тобой говорить об этой теме, мне возник этот вопрос, я решил спросить, потому что все-таки ты же эксперт, интересно было узнать твое мнение, ну хорошо тогда, Ульяна, интервью в этот раз был довольно-таки такой нестандартный, потому что ты все-таки жила в разных странах, но в основном в Англии, это было давно, но все равно было очень интересно узнать твое экспертное мнение, на данный момент я хочу уже перейти на открытый микрофон, ты могла бы что-нибудь сказать позитивное, отрицательное, про Россию, про Англию, про США, про Бали, про Сербию, что приходит в голову, о том и расскажи, пожалуйста. Ну, ты знаешь, вот у меня огромный опыт, ты правильно сказал, жизни в разных странах не есть с чем сравнить, и я серьезно, это никакая не пропаганда, но это мой опыт, лучше места, чем Россия, я вот не нашла, везде интересно, могут быть, то есть это интересно, путешествовать нужно, чтобы там расширять свой кругозор, но именно для жизни Россия сейчас, мне кажется, это самое лучшее место, если вы хотите, конечно, там быть традиции, да, какие-то, чтобы были у вас семейные, если вы приверженец вот такого образа жизни, сейчас, мне кажется, мир вообще как-то разделился, да, традиции, и вот это вот так называемое псевдо, псевдо новые какие-то традиции, которые они пытаются всем навязать, псевдо-свобода, которая приводит к тоталитаризму, то, что в Америке происходит, там нет свободы слова, в России я чувствую себя творцом, потому что я здесь, у меня больше гораздо возможностей воплощать свои идеи в жизни, например, ни в одной стране европейской вы не можете вот так купить там землю, например, в маленькой деревне, да, и выращивать то, что вы захотите, ну, им просто это, они мечтают об этом, у меня подруга говорит, я скворечник не могу на своей земле поставить в Америке, потому что по закону я не имею права, он должен быть определенный только, да, а вот Россия мне это дает, и я себя чувствую вообще богатым человеком, я жила на своей земле, налоги, газ, электричество, это просто смешно, сколько я плачу, да, там в месяц, и при этом мне земля, я в этом году просто плакала, я ничего не сажала, но у меня тут есть двери, да, фруктовые, мне земля просто дает, дает, дает и дает, и я просто эти дары получаю, и я понимаю, что люди, которые вот жили здесь до меня, мои там предки, у которых было по 10, по 20 гектаров земли, это были богатейшие люди, культурно богатейшие, потому что у нас все-таки пласт культурно невероятный, у нас есть эти корни, у нас есть эти традиции, это мудрость вековая, а в странах таких, как, например, там, ну, в Америке, к сожалению, им не на что опереться, поэтому вот это все и происходит, выдумываем чего-то там новенькое, свое, вот, поэтому мне просто жалко, которые люди, которые вот уезжают сейчас за границу, ну, реально, мне жалко, потому что там сейчас, к сожалению, спад, там, кризис, и это не так, как в кино, которое вы, например, видели, видеть там, вот, поэтому всем желаю здоровья, счастья, найти место для тебя, самое лучшее, где вы будете здоровы, счастливы, и безопасности. Я вот, интересно, ты сказала, мне их жалко, а мне их совсем не жалко, я им даже, знаешь, я сейчас скажу интересную вещь, я им завидую, знаешь, почему я им завидую? Потому что они туда приедут и быстренько вернутся, они там не застрянут, как многие наши люди, которые застряли, и сейчас не могут это сделать, по разным определенным причинам, кредиты, дети, которые там уже не разговаривают на русском языке или плохо, вот, это работа, это более или менее хоть какой-то прогресс, где они смогли выйти из вот этого прям базового иммигрантского существования, где нельзя нормальную работу найти, где ты по уши в кредитах и так далее, и так далее, вот, и сейчас-то они хотят переехать, потому что они видят, что у них полностью там все идет непонятно куда, это от этих нетрадиционных ценностей до экономики, до налогов и так далее, вот, а вот эти люди, которые сейчас туда пытаются проехать, я им завидую, почему? Потому что они туда приедут, они увидят, не скажут, опа, нас обманывали, и они быстренько, у них есть шанс вернуться и потом уже быть намного более продуктивным человеком, понимать, что нужно улучшать все в своей стране, а не разрушать, это будет очень быстрый и такой прям холодный душ, вот, вот почему я им завидую, потому что миллионы людей, у них не было этого шанса, они переехали тогда, когда реально у нас было вот, как и многие говорят, все просто через задницу, а у них был рай, и это все вот так вот просто обернулось, вот, как раз, почему я им завидую, они сейчас имеют такой козырный шанс посмотреть, помыться под холодной водой и вернуться обратно, а многие, многие, к сожалению, которые раньше уехали, не имеют такого шанса, и они теперь там, будучи никем, просто застряли, как-то так. Согласна с тобой, да, ты прав, правда, я посмотрела на это, да, такой хлыст, домой. Да, вот именно. Ну, ладно, Ульяна, спасибо огромное за интервью, понятно, он был вообще не стандартный, или как в Америке говорят, не ортодоксальный, вот, некоторые новые темы как раз открыли, может быть, даже подписчикам будет интересно, вот, те, кто досмотрели до конца, ставьте пальцы вверх, пальцы вниз, пишите комментарии, с вами была сегодня Ульяна, кстати, очень позитивный человек, понятно теперь, почему тебя та Сина тогда, Джордана Пиризона, почему они тебя тогда взяли, вот, и отлично, желаю тебе удачи с ремонтом дома, чтобы все было нормально, отлично, вот, и, как бы все, спасибо огромное, что ты мне написала. Спасибо огромное, что пригласили меня. Субтитры сделал DimaTorzok